После встречи с Александром Григорьевичем пошла новая динамика в взаимоотношениях. Мы уже вышли за 2 миллиарда рублей по товаровобороту. А сейчас-то, когда пандемия закончилась, сам Бог велел снова активно начинать общаться. Импортозамещение для нас сейчас является вопросом номер один. Ну, какие нам санкции страшны? Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам, во-первых, большое за теплый прием. Беларусов в Пензе встречают очень тепло. Мы знаем, что и вы достаточно частый гость в нашей стране. И прием, я думаю, всегда тоже очень теплый, особенно если речь идет о встречах с нашим президентом. Как, например, в марте прошлого года. Расскажите, насколько такая встреча была вообще результативной? Встреча с Александром Григорьевичем придала динамике развития наших взаимоотношений в Пензенской области и целого ряда регионов Республики Беларусь. Хочу напомнить, что у нас соглашение заключено с 5 субъектами Республики. После встречи с Александром Григорьевичем пошла новая динамика в взаимоотношениях. Мы договаривались, что будем сотрудничать в экономической сфере, в сфере научно-технического сотрудничества, в сельском хозяйстве, в кооперации наших промышленных производств и предприятий. В принципе, по этому пути и пошли. И ту дорожную карту, которую мы подписали из оглашения последней с Брестской областью, оно как раз было у нас подписано в ходе визита в Республику Беларусь. Я считаю, что мы очень динамично начали выстраивать отношения и с Брестской областью. Мы встречались не только в марте прошлого года, буквально недавно в ходе мероприятия в Александрии мы также увиделись с Александром Григорьевичем, даже немножко переговорили. И хочу сказать, что у нас очень много тем для сотрудничества. Ну, начнем, конечно, с Могилев-Флитмаша. Пенинская область на сегодняшний день занимается заменой лифтового оборудования. И ни много ни мало нам надо заменить 502 лифта. И делаем мы это достаточно активно, поскольку лифты меняет вся страна. Сейчас не только Пенинская область, поэтому далеко не всегда хватает мощностей пенинских промышленных предприятий. Ну и вообще у нас сложилось уже традиционное сотрудничество с 2021-2022 года с Могилев-Флитмашем. В 2021 году мы 54 лифта купили и установили. В прошлом году 69. И думаю, что и в этом году мы тоже продолжим сотрудничество. И если, например, брать по полугодию этого года, то мы уже вышли за 2 миллиарда рублей по товаровобороту. При этом 1 миллиард это экспорт. И практически, видите, у нас экспорт практически паритетный идет с республикой. То есть это как раз говорит о большом потенциале взаимовыгодного сотрудничества. Но думаю, что немало договоренностей и принес форум регионов. Вот 10-й юбилейный был совсем недавно в Уфе. Насколько был результативным? Ну, форум регионов он всегда очень результативный. В принципе, это уже был 10-й форум, то есть фактически юбилейный. И даже в пандемию, хочу напомнить, форум проходил. Никто никогда от него не отказывался. Он дистанционно проходил. И работали дистанционные площадки. Ну а сейчас-то, когда пандемия закончилась, сам Бог велел снова активно начинать общаться. Мы в рамках форума подписали дорожную карту правительства Пензенской области с правительством Республики Беларусь. Достаточно такую детальную. Где все направления нашего сотрудничества по всем пяти пластям Республики Беларусь достаточно детализированы. Это перспектива 2023-2025 года. И по этой дорожной карте мы в ближайшее время будем работать. А работать, поверьте, у нас есть над чем. Это, во-первых, углубление кооперации. Я думаю, что от просто каких-то торговых обменов мы должны переходить именно к более углубленной кооперации. И особо нам сейчас привлекательно и интересно это сельское хозяйство. Мы закупаем у вас тракторную технику, мы закупаем у вас комбайны, мы закупаем у вас семенной материал, поскольку у вас достаточно развитая селекция в Республике. Поэтому здесь очень интересная сфера сотрудничества. И когда мы встречались с Александром Григорьевичем, мы как раз обсуждали перспективу того, что у Республики есть хороший задел в части производства свеклоуборочной техники. Вы, наверное, знаете, что Пензенская область это одна из областей, которая производит сахарную свеклу. И здесь три сахарных завода. Поэтому у нас 58 тысяч гектар под сахарную свеклу. Естественно, мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас была современная сельскохозяйственная техника. А она в основном вся, ну не в основном, а вся на сегодняшний день зарубежного производства. Поэтому я надеюсь, что вот этот наш проект совместно с Белоруссией по свеклоуборочной технике, он хорошо двинется. Я, Александр Григорьевич, сказал, что Пензенская область готова ее у Белоруссии брать, испытывать в наших условиях. Ну и, соответственно, дальше закупать. В этом есть, в принципе, большой интерес. Поэтому я вижу достаточно интересные перспективы не только на торговлю, но и именно на промышленную кооперацию и аграрную кооперацию. Пензенская область, она у нас все-таки область индустриально-аграрная. И аграрный сектор у нас, если брать сельское хозяйство и сельхозпереработку, это ни много ни мало, а около 16% волового регионального продукта. Это очень достаточно серьезный объем. Поэтому в этой сфере мы, думаю, что будем очень хорошо и плодотворно сотрудничать с республикой. У двух братских народов и задача сейчас общая – это акцент на импортозамещение. Насколько это вообще острый вопрос для Пензенской области? И насколько белорусы тут могут вам помочь? Вы знаете, импортозамещение, скажем так, когда в 2022 году началась специальная военная операция и были введены определенные, очень сильные в отношении Российской Федерации, кстати, и в Беларуси тоже санкции, мы сначала немножко так насторожились. Но в силу того, что санкции в принципе в отношении нашей страны были введены еще с 2014 года, а в отношении вашей фактически с 2020, то как-то очень быстро пошла перестройка всех логистических цепочек, технологических цепочек. Поэтому, конечно же, импортозамещение для нас сейчас является вопросом номер один. И здесь очень большая перспектива работы именно с Республикой Беларусь. В Республике Беларусь очень много промышленных компетенций, технологических компетенций, IT-компетенций. Если уж сказать честно, целый ряд, например, промышленных компетенций Российской Федерации было потеряно за 90-е годы, прежде всего, когда мы там неразумно размежевались. То есть очень хорошее промышленное ядро в Республике, оно всегда сохранялось. И что касается промышленности Республики, это очень хорошая, крепкая промышленность, и мы очень заинтересованы в этом сотрудничестве. Мы активно сотрудничаем сейчас и с МАЗом, у нас идут хорошие устойчивые отношения еще целым рядом предприятий, и в Могилевской области, и в Брестской области. Наше предприятие в Брестской области по газовому оборудованию сотрудничает, в том числе мы берем определенные комплектующие для духовых шкафов. В радиоэлектронике есть очень серьезные перспективы. Моторные технологии у нас закупили двигатели у Могилев и Лифтмаши, тем более, что, например, у Могилев и Лифтмаши эти двигатели производят практически самостоятельно. Локализация практически 99,9% по двигателям. Это очень, мне кажется, хорошая локализация. У нас заключен договор с Брестским заводом на приобретение оборудования. Хорошие у нас перспективы по импортозамещению, поэтому я думаю, что это сотрудничество будет продолжаться, и мы будем в этом направлении плотно работать. То есть, в принципе, вместе готовы преодолеть любые трудности? Да, я думаю, что, конечно, мы преодолеем. Я даже ни минуты не сомневаюсь, что и Республика Беларусь, и Российская Федерация в своем объединении, кооперации. Ну, какие нам санкции страшны? Вы же, наверное, помните, что еще в недалеком прошлом, еще каких-то там 30 лет назад, мы были абсолютно самодостаточным государством. Я имею в виду Советский Союз, куда входила и Российская Федерация, и Республика Беларусь. И мне кажется, все основания технологические заделы для нашей самостоятельности, экономической, технологической самостоятельности, все создано. Просто сейчас нам надо вспомнить, как это было, и возродить вот эти плотные кооперационные связи. Если говорить о белорусской технике, насколько хорошо она себя показывает? Может быть, тоже собираетесь наращивать поставки? Ну, мы будем наращивать поставки, безусловно, по комбайнам, потому что Гомсельмашевские комбайны, хорошие комбайны. Мы будем наращивать по тракторам тоже. Мы и сейчас, в принципе, их покупаем по 40 где-то с лишним единиц это по тракторам, и 32-34 единицы комбайнов, как правило, ежегодно. Ну, будем наращивать по комбайнам, у нас потребность в 2025 году, мы где-то будем выходить на закупки под 65-70 штук в год. Это по комбайнам. По тракторам тоже будем достаточно серьезно наращивать, так сказать, закупки. Как я уже сказал, лифтовое оборудование нам очень интересно. Нам интересны для наших автодорожников Амкадоровская техника, это очень хорошая техника, причем, хочу сказать, что Амкадор, он работает на европейском уровне. И тоже очень высокий уровень локализации в республике у вас, и минимум импортного оборудования, комплектующих в технике, что позволяет очень хорошую иметь базу, рембазу, прежде всего, базу обслуживания этой техники. Думаю, что наши дорожные организации, особенно сейчас, когда пойдет замена техники зарубежной, немецкой и всякой, ну и другой, уже сейчас обращают взор на Амкадор очень серьезный. Тем более, что у нас тут недалеко и в Самаре у них есть, соответственно, центр по обслуживанию. Но думаю, что если мы будем наращивать поставки и в Пензенскую область, думаю, что Амкадор и здесь центр обслуживания. Откроет здесь не такая проблема. В прошлом году я имел контакт с руководством Амкадора, они подтвердили свою готовность. В случае, если мы будем наращивать поставки дорожной техники, они готовы, в принципе, прийти в Пензенскую область. Это что касается дорожной техники. Но у нас еще там огромное количество направлений сотрудничества, которые я как бы вижу. Вы, наверное, обратили внимание, в Пензе уже открытой действует сеть магазинов Шедр и Батька. Поэтому я думаю, что будем наращивать и сотрудничество в переработке. Переработка нам тоже интересна. Мы, понятно, что очень много различных сельскохозяйственных номенклатур производим сами и перерабатываем. Но, тем не менее, у вас очень хорошие молочные продукты, колбасные изделия. Кстати, между прочим, Брестские сыры очень хорошие сыры. Брест молодцы, они очень хорошо продвинулись в этом направлении. Поэтому, я думаю, и в сельхозпереработке у нас достаточно серьезные возможности для сотрудничества. То есть, такие объемы, такие планы лучше подтверждение качества бренда сделано в Беларуси? Ну, конечно. Беларусские продукты, они очень хорошие. Они, в общем-то, качественные, вкусные. Поэтому, если брать сельскохозяйственную переработку. Ну, и все, что связано с вашими промптоварами, они тоже надежны в эксплуатации. И самое главное, что Беларусь рядом. И всегда можно очень быстро, даже в случае каких-то поломок, иметь возможность получить запасные части. Поэтому, думаю, что большие перспективы. Ну, и, конечно, не можем не спросить, когда собираетесь в Беларусь. Может быть, есть еще какое-то место, город, достопримечательность, где еще не были, но очень захотите. Ну, я очень часто бывал и бываю в республике. Я вот только приехал с Александрией. Много где я был, но есть места, где я и не был. Я бы более детально хотел бы посмотреть Брестскую область. Потому что наши визиты хоть достаточно с завидной регулярностью происходят. Но вот так, чтобы просто проехать, посмотреть, не сам Брест и его окрестности, а глубинку области, было бы интересно. При всем том, что я много раз был в республике, например, я не был никогда в Беларусьской пуще. Большое упущение надо исправлять. Да, ждем в Беларуси. Олег Владимирович, спасибо вам большое. Конечно, желаем расстания Пензенской области и, в принципе, нашим двусторонним отношениям. Да, спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok